Всем привет народ, с вами Росик 43. Сегодня я расскажу о новинке патч 1.75 АМХ 50 Фош, или как я его прозвал Войн Фронтального Нагиба. Почему я его кстати так прозвал, я расскажу чуть позже. Итак, АМХ 50 Фош, топовая французская САУ, находящаяся на пятом ранге с боевым рейтингом 7.3. И на мой взгляд, именно этот аппарат вы должны стремиться выкачивать в первую очередь. Честно скажу, лично я сам от этого аппарата в восторге, ведь у Фоша есть все для Нагиба. Скорость, броня, орудие и об этом всем поподробнее. Начну пожалуй с брони. Из названия обзора можно уже было понять, что самое лучшее бронирование Фоша во лбу. ВЛД имеет толщину в 180 мм и расположен под конструктивным углом наклона в 55 градусов. Что дает нам в лобовой проекции от 280 до 300 мм приведенки. НЛД защищен слабее, тут всего 100 мм, но угол наклона больше, и приведенной брони здесь не менее 240 мм. В общем, мало кто может похвастаться такой хорошей лобовой защитой. Ну, кроме, наверное, этой 95. Но пока рано радоваться. Сверху на рубке имеются две уязвимые зоны, куда нас могут пробить. Это дальнемер и турель. И если дальнемер более-менее защищен, там 200 мм в брони, то вот турелька более уязвимая. 30 мм в брони даже от зениток не защитит. Но зато по габаритам она в разы меньше и попасть туда сложнее. Далее. Бронирование бортов и кормы. И вот тут нас ждет первый неприятный сюрприз. 40 мм в бортах и корме говорит нам о том, что лучше их вообще никак не подставлять. Даже ромбовать категорически запрещается, иначе вас сразу отправят на металлолом. Бронирование крыши тоже особо доверие не внушает. Если рубка защищена 30 мм стали, то вот МТО слабее. 20 мм в броне уже проще пробиваться авиационными пушками и крупнокалиберными пулеметами. Так что старайтесь опасаться воздуха и по мере истребления противника меняйте позицию. Благо динамикой САУ не обижена. На 58 тонн веса действует 1000 сильный двигатель, который без труда разгоняет машину до 43 км в час под прямой на пересеченке, а по дороге и вовсе выжимает все 50. Но тут без ложки дегтя тоже не обошлось. Скорость, с которой САУ сдает назад всего 5 км в час. Но это компенсируется просто шикарной скоростью разворота на месте. Хотя в столько и комплектации придется немного повозиться. Ну и последнее. Вооружение. ФОЖ вооружен 120 мм пушкой и в довесок имеет турель, оснащенной 15 мм пушкой МГ-151-15, которая справляется вполне неплохо с легкобронированными целями. К основному орудию доступно два типа снаряда. Это сплошной с пробитием в упор 302 мм на 100 метров и фугас с пробитием 39 мм. И если с фугасом все ясно, то вот со сплошными все не так гладко. Да, бронепробитие для своего уровня просто замечательное, но снаряд имеет свойство отлично рикошетировать от наклонной брони. Поэтому старайтесь стрелять в менее наклонную броню, так как второго шанса на выстрел может не оказаться. Перезарядка оруди тоже не сахар и с экспертами она составляет почти 16 секунд. Да и скорость наведения нехти 5,6 секунды. При этом углы вертикальной наводки приемлемые от 6 градусов вниз и до 16 вверх. Углы горизонтальной наводки тоже вполне сносные, в пределах 20 градусов. Но и это еще не все. Урона сплошного снаряда по большей части зависит от места попадания. Осколки после пробития разлетаются в виде конуса, так что старайтесь стрелять таким образом, чтобы на пути следования оказалось как можно больше модулей и экипажа. В заключении к видео скажу, что аппарат очень достойный. И именно к нему в первую очередь должны стремиться игроки. Нет, конечно он не идеален, есть свои плюсы и минусы, но как по мне в совокупности всех характеристик он пока что выбивается в топ. Применять фошу в боях просто, он отлично чувствует себя как на больших картах, так и на маленьких, да и в городских условиях тоже может дать фору. Но тут стоит заметить, что лучше в себя он показывает на флангах, так меньше шансов, что вам зайдут в борт. А для более точной стрельбы старайтесь сокращать дистанцию метров до 600, так как зон прицела здесь особо не радует. И для того, чтобы у вас не выцеливали уязвимые зоны сверху, их желательно прикрыть крустами, если таковые имеются. А на этом мой обзор подошел к концу, надеюсь он был полезен, а если полезен не забываем ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok